Леонид Брич с трудовыми коллективами предприятия областного центра встречается не в первый раз. В графике депутата такие мероприятия регулярны. Они дают возможность рассказать о работе, которая проводится в парламенте. Так, в настоящее время комиссия по экономической политике, заместителем председателя которой является Леонид Брич, в числе прочих занимается разработкой изменений в законоприватизации. Непосредственно я как депутат ответственный за этот закон, вернее, внесение изменений в действующие законоприватизации, который еще в 1993 году был принят. Но периодически вносятся изменения. Основной момент, который в законе о приватизации, изменения, которыми планируется, это уменьшить срок исковой давности о приватизации. То есть, если на сегодняшний момент 10 лет, то предлагается сегодня, чтобы срок исковой давности составлял бы только 3 года. И я хочу подчеркнуть, что закон о приватизации, вот на сегодняшний момент, или изменение в закон, это инициатива депутатская. Это не инициатива Совета Министров или Президента, кто имеет право вносить изменения в закон, а именно инициатива депутатская, именно инициатива нашей комиссии. Также комиссия внесет на рассмотрение Палаты представителей изменения в законы, регулирующие алгоритм государственно-частного партнерства, инвестиционную деятельность и деятельность хозяйственных обществ, госзакупки, процедуру банкротства. В ходе мероприятия у присутствующих была возможность задать свои волнующие вопросы. Темы поднимались самые разные. От внедрения инноваций до поддержки молодых семей в части строительства жилья. Зашел разговор и об одной из самых актуальных сегодня тем – третьем декрете. Документ направлен на предупреждение социального иждивенчества. Мера необходимая, однако требует существенных доработок. Когда в январе вышел декрет номер один об изменениях в декрет номер три, как раз опять же не отработаны там были моменты. И прежде чем вносить в Палату представителей рассмотрение декрета номер один, который говорит о внесении изменений в декрет номер три о социальном иждивенчестве, если правильно он называется, именно по инициативе депутатам будут вноситься те моменты, которые не нашли отражения для того, чтобы людей, ну будем говорить не обижать, чтобы не приходили бы вот эти письма счастья к тем людям, которым не должны были они приходить. Это касается сегодня и молодых специалистов, это касается военной службы, альтернативной воинской службы и ряд других моментов. Занятость населения, повышение уровня заработной платы и оптимизация производственных процессов также попали в список обсужденных тем. Вместо запланированных получаса на общине ушло около полутора. Какие-то вопросы Леонид Брич разъяснял сразу. Были и темы, которые депутат взял, что называется, на карандаш, чтобы изучить их более подробно. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.